Всем привет! Кто следит за моим сообществом и инстой, точно ждали этот обзор. Это обзор на пастельные цвета акварели от Невской палитры. Как только они вышли, я сразу же захотела снимать это видео, но замешкалась и пропустила тот момент, когда практически все, кто делает обзоры на акварель, высказались об этих цветах. Передо мной стал вопрос, а нужно ли вообще видео вот именно от меня? Я спросила вас и такого единодушия не видела уже давно. Но вы высказались в том духе, что чем больше обзоров от разных авторов, тем объективнее получается общая картина. Я постараюсь вас не подвести и сказать что-то новое даже для тех, кто видел другие обзоры об этих пастельных цветах акварели. И вот когда я делала этот обзор, выяснилась еще одна деталь. Белые ночи готовят очередной запуск новых цветов, среди которых есть еще белильные цвета. То есть я так долго собиралась, что уже появились очередные новинки. Но о них, если это видео зайдет, мы поговорим в другой раз. Проблемы сайта. Плохо только то, что узнать об этом на сайте Невской палитры нельзя. Последняя запись в разделе новости датирована 2018 годом. А сайт, на мой взгляд, это первоисточник официальной информации. И на нем должны быть актуальные обновления. И поверьте, с 2018 года у Невской палитры был просто вагон очень важных новостей. Еще один вопрос, который у меня возник при подготовке видео. Где я могу скачать актуальный колор-чарт? Все колор-чарты на сайте устарели. Появилось много новых цветов, и их давно пора обновлять. Получилось, что я начала с небольшой ложки дегтя. Посмотрим, будет ли бочка меда. Поехали дальше. Суть этого запуска. Когда Невская палитра анонсировала выход пастельных цветов белых ночей, это была небольшая сенсация среди тех, кто любит акварель. Думаю, многие из вас уже знают, почему это так. Поэтому я расскажу вкратце. Акварель «Белые ночи» находится в списках рекомендованных материалов для студентов, которые обучаются академической живописи. Таким образом, все самые консервативные учителя советуют именно эту акварель. Это я говорю, чтобы вы прочувствовали, какая у этих красок репутация была до этого запуска. Так вот, в классической акварельной живописи белила вообще отсутствуют в любом виде. По причине того, что они замутняют смеси, а главное достоинство акварели – это прозрачность и звонкость. Считается, что белила делают замесы грязными. Ну, как считается? Это подтверждено на практике. А если вы хотите блик, вы просто оставляете нужную область листа чистой. Так делают в академической живописи. Таким образом, можно говорить, что некий костяк покупателей «Белых ночей», а именно академисты, были просто в шоке, когда «Невская палитра» выпустила акварель, которая в своем составе имеет белила. И не просто белила, а титановые! Это самые-самые укрывистые белила, которые только существуют. Кроме того, это безобразие выпускается не в ученической линейке «Сонет», где, возможно, всякое баловство, а в профессиональной линейке «Белые ночи». Это я рассказала о негативной стороне этой сенсации. Но очень многие люди были в восторге от промо в Инстаграме. И тогда, когда цвета появились в магазинах, они тут же побежали их покупать. Почему? Потому что эти цвета просто потрясающе выглядят. Это очень фотогеничные, если так можно сказать, кюветки. Они вызывают ассоциации с чем-то нежным и съедобным, например, с зефиром. Рекламная кампания таких цветов была просто обречена на успех в Инстаграме. Тем более, если говорить о мировых трендах, акварель пастельных цветов сейчас очень в моде. Я вам рассказала о том, как этот запуск разделил акварелистов на два непримиримых лагеря. А теперь побольше расскажу об этой акварели, чтобы вы смогли сделать свои выводы самостоятельно. Упаковка. Этот материал я покупала не для собственных нужд, а конкретно для обзора, чтобы порадовать вас. Для себя я бы взяла максимум одну кюветку, чисто из интереса. Но для видео, конечно, нужны были сразу все цвета. Поэтому мне было бы удобнее, если бы они вышли отдельным набором. И я могла бы купить все за раз. Кроме того, это могла быть какая-то особенная коробка, которая красиво смотрелась бы в кадре. Мне кажется, новая жестянка от Невской палитры подошла бы для этого просто идеально. Возможно, такие пастельные наборы только планируются. Но, как говорится, хороша ложка к обеду. Хайп скоро спадет, и продажи уже, наверное, не будут такими высокими. Хотя, кто знает, я не маркетолог. Но эти цвета продаются только поштучно, и мне пришлось зайти в несколько магазинов, прежде чем я нашла их все. Выкраска. Так давайте же выкрашивать их. Я предварительно нанесла на лист черные полоски, чтобы наглядно показать укрывистость этих цветов. Вообще, они все укрывистые, но в разной степени. Самая прозрачная персиковая, если здесь вообще уместно слово прозрачность. А вот дюны, лавандовая, королевская, голубая, показались мне самыми укрывистыми. Светостойкость. Заявленная светостойкость самая высокая. Три звезды для всех цветов. Пигментный состав. Я уже упомянула о нетривиальном решении добавить титановые белила в смеси. Кстати, титановые белила у белых ночей отдельно почему-то не продаются. В наличии есть только полупрозрачные цинковые белила. До этого запуска белые ночи выпустили серию однопигментных, прекрасных устойчивых цветов. Всем они очень понравились. Мне, кстати, тоже. И все подумали, что начинается новая эпоха однопигментных цветов. И теперь качество этой акварели вышло на новый высокий уровень. Невская палитра стремительно приближается к мировым брендам. Но каково же было удивление общественности, когда мы увидели эти новые пастельные цвета, которые, естественно, являются многопигментными. И о ужас! Один из цветов включает в себя 4 пигмента. Его я хотела проверить больше всего, честно говоря. Это цвет дюны. Он вышел несколько позже, чем лиловые цвета, поэтому он есть не во всех обзорах, как и мятный. Но не все так плохо. Персиковая и лавандовая трехпигментные, а остальные 6 цветов все-таки двухпигментные. И мы можем заметить, что цвета составлены по одной и той же схеме. Титановая и белила плюс пигмент, который используется белыми ночами в других цветах. Персиковая содержит P-Yellow 3, это лимонная. Коралловая содержит пигмент PR-242, это гераневая красная. Розовый кварц содержит пигмент PR-170, который применяется также в рубиновой. Розовый пион содержит PR-122, который мы можем видеть в розовом хинокридоне. Лиловая содержит пигмент PV-19. У невской палитры он используется в сиреневом хинокридоне и в фиолетово-розовом хинокридоне. Лавандовая PV-15, это фиолетовый ультрамарин и PB-92, ультрамарин синий. Королевская голубая содержит PB-29, который используется в краске под названием ультрамарин. Мятная содержит PG-7, который используется в автолацианине зеленом. Дюны имеют в составе P-Yellow-42, это желтая, P-Brown-6, это коричневая, и PB-K-7, это сажа газовая. Таким образом, вы можете самостоятельно намешать эти прекрасные цвета. Только титановые белила нужно будет искать в другой марке. У шминки, по-моему, есть такие. Или что уж там, давайте сразу бухать белую гуашь, да? Только вот с такой смесью, как дюны, вам нужно будет хорошенько постараться, потому что она довольно сложная. Смешивание. Вот это самая главная часть, которая интересовала тех людей, кто купил эти краски, чтобы их использовать, а не просто сфотографировать, выложить в инстаграм и больше никогда не трогать. Я немного помешала их между собой и с другими неберильными цветами на отдельном листе. Конечно, все, как я и ожидала. Очень маленькие возможности смешивания у этой акварели. Самый интересный цвет в этом плане, это, конечно же, дюны. Это грязь в чистом виде. Прошу прощения за оксюмарон. Он должен быть в ученической палитре, только чтобы наглядно объяснять студентам, что такое грязь в акварели. Теперь грязь можно купить отдельной кюветкой. Но мы все помним слоган моего канала. Хороший художник и грязью нарисует. Ладно, это я немного перегибаю, конечно, и этому цвету можно найти применение. И дальше я покажу один из вариантов. Но в первой своей иллюстрации я просто не смогла найти для него места. Когда я приступила к пробным иллюстрациям, я была уже очень осторожна. Старалась по возможности использовать цвета в чистом виде, не смешивая их. Но все равно кое-где все-таки ушло в грязь. Хотя это, я думаю, вопрос тренировки. Можно будет привыкнуть к этой особенности со временем. Я видела, что некоторые художники пытались использовать эти цвета по той же схеме, что и обычную акварель, рисуя в своей привычной манере. Но если честно, там всегда получались не совсем удачные смеси. Таким образом, я хочу сказать, что под эти цвета нужно выбирать подходящую манеру рисования. Допустим, выбирать более декоративный или минималистичный стиль. Если выбираете живописный стиль, то я бы посоветовала добавлять эти цвета точечно, для деталей. Опять-таки, ни с чем не мешая. Если мешать эти пастельные цвета между собой, то это должны быть близкие друг к другу в цветовом круге цвета. Тогда все будет нормально. Если вы не знаете, что такое цветовой круг, не мешайте эти цвета вообще. И, наверное, даже не покупайте их. Как вывод, эти краски вообще не про смешивание. Это нужно четко понимать перед их покупкой. Для демонстрации красок я выбрала вот такой незамысловатый сюжет. Скорее всего, вы видели этого нежного жука. Я вам показывала спойлеры из этого видео. Обратите внимание, эта акварель меняет цвет после высыхания. И он становится неожиданно темнее. Это действительно необычное ощущение. Потому что, когда только начинаешь их выкрашивать, думаешь, а, ну все понятно, этого я и ожидала. Цвета очень мутные, очень разбеленные. Но когда они высыхают, они становятся более насыщенными, более яркими, более прозрачными. В процессе рисования это сбивает с толку. Картинка существенно меняется при высыхании. Это необходимо постоянно держать в голове. На черном. Я считаю, в нашем случае крайне важно выкрасить эти цвета не только на белой бумаге, но и на черной. Так как очень возможно, что многие люди эти краски покупают изначально именно для черной бумаги. Если подумать, такое использование напрашивается само собой. На черной бумаге эта краска действительно выглядит полупрозрачной. В отличие от гуаши, которая полностью перекрывает цвет бумаги. Если работы гуашью выглядят на черной бумаге декоративно, то работы акварелью выглядят более гармонично. Все на листе автоматически будет выдержано в одной темной цветовой гамме. Получаются такие немного мрачные работы. Это необычная техника, но почему бы не попробовать что-то новое. Обратите внимание, на черном цвета выглядят другими. Персиковая абсолютно теряет свою яркость, потому что она неукрывистая. И соответственно лучше работает на белом листе. Зато мятная, коралловая и голубая просто светятся. Поэтому я считаю, вместе с запуском пастельной акварели, можно было бы выпустить и черную акварельную бумагу в том же оформлении. Как видите, я попробовала их на черной бумаге. Это бумага для пастели, поэтому она у меня немного покоробилась. Акварельная, конечно, подошла бы больше. Я выбрала для сюжета темный лес. И сюда очень хорошо вписался цвет дюны, как ни странно. Так что он, возможно, будет полезен именно тем художникам, которые будут использовать акварель на черной бумаге. Когда я изображала деревья, которые находятся на первом плане, я брала меньше воды, чтобы они были ярче. А для деревьев на заднем плане набирала на кисть больше воды и меньше краски. И они получились еле заметными, как будто в тени. Мне понравилось, как они работают на черном. Мне кажется, можно еще много всякого интересного придумать с этими цветами. Рекомендую ли я? Я уже говорила, что в принципе не против белил в акварели, но при условии их грамотного и ограниченного применения. Кроме того, это должны быть цинковые белила, все-таки полупрозрачные. Но здесь у нас титан рекой. Это существенно меняет правила игры и накладывает отпечаток на технику. Тут бы нам осудить Невскую палитру и сказать, что их новые цвета никуда не годятся, но не все так просто. Эти цвета вполне могут найти свое применение, как я уже говорила. Хотя я согласна, что в неумелых руках они могут проявить себя не лучшим образом. И именно поэтому мне кажется правильным, что они вышли в профлинейке. Потому что профи уже знает все правила и может грамотно их нарушать, добавляя изюминку в свои работы. На самом деле признанные акварелисты уже давно используют подобные укрывистые цвета в своих работах. Давайте очертим круг применения этих красок. Первое. Использовать для расставления ярких акцентов, в том числе и делая брызги на своих работах. Такие красивые, живописные. Вот посмотрите на эти прекрасные работы, которые не теряют своей воздушности из-за того, что художник использовал укрывистые цвета в некоторых местах. Второе. На завершающих этапах работы. Укрывистыми цветами и тонкой кистью добавляются мелкие детали, волоски, провода, блики и так далее. Такой тонкости не добиться с помощью маскировочной жидкости или другими способами. Сейчас вы видите примеры таких работ. Третье. В нежных тенях или для изображения дымки или тумана. Четвертое. Кроме того, я уже упомянула о том, что такие цвета могут работать на черной акварельной бумаге. Пятое. Самое очевидное. Нежные, припыленные цвета могут оценить художники ботанической иллюстрации. Там нужны крайне деликатные цвета, которые очень сложно получить без белильных смесей. Как, например, изобразить вот такие цветы с помощью чистых и ярких цветов, разбавленных водой? Ну, никак, наверное. А вот белильными цветами вполне возможно. Таким образом, не все так однозначно. Просчиталась ли Невская палитра с этим запуском? Чтобы говорить о том, просчитались ли маркетологи Невской палитры, которые отвечали за этот запуск, нам будут нужны не личные ощущения, а конкретные цифры продаж. Мне ни одного, двух или даже трех блогеров еще ни о чем не говорит. Я далека от того, чтобы выносить приговоры, основанные на эмоциях. К сожалению, не обладая конкретными цифрами, это закрытая информация. Могу сказать только одно. Я покупала эти цвета в трех разных магазинах. Потому что ни в одном не было на тот момент, когда я приходила, всех новых кюветок одновременно. Они разлетались, как горячие пирожки. С моей обывательской точки зрения, это можно расценивать как успех маркетологов. Это если говорить о финансовой стороне вопроса. Но есть еще и такая вещь, как репутация, позиционирование бренда. И с этой точки зрения, возможно, некоторых людей Невская палитра действительно расстроила. Многие посчитали, что завод гонится за трендами. И в угоду моде поступается академическими принципами. В этой части, возможно, Белые ночи что-то или даже кого-то потеряли. Но как мы все знаем, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Или кто не рисует, тот не пьет шампанского. Не знаю. Что касается моего мнения. Я, наверное, не поддержу людей, которые говорят, что такие цвета, это прям табу и что-то ужасное. Но я не скажу, эй, ребята, это замечательно красивые цвета. Берите, рисуйте, посылайте куда подальше зануд, которые говорят, что Белилом не место в акварельных смесях. Ну вот опять, я как всегда стараюсь разозлить максимальное количество людей. И тот, и другой лагерь, да. Но из песни слов не выкинешь. Я говорю то, что думаю. Хотите поспорить, спорьте со мной в комментах. Я скажу так, эти цвета брать можно, если вы четко знаете, зачем вам это нужно. Они настолько сложные, что не терпят бездумного подхода. Вам нужен четкий-четкий план. Я обнимаю всех, кто досмотрел до конца. Вы мои самые-самые лучшие зрители. И всем пока. Продолжение следует...